Комплайенс. В медицине это слово означает приверженность пациента лечению. И согласно статистике, эта приверженность не превышает у нас 50%. Это большая проблема здравоохранения, особенно российского, потому что без комплайенса ожидать эффекта от терапии просто наивно. Таким образом, сбережение здоровья – это общее дело и врачей, и пациента. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Анна Дзюбайла, врач-терапевт-пульмонолог, главный врач Самарской городской клинической поликлиники номер 15, кандидат медицинских наук. Ну, теперь уже вам даю возможность поздороваться со зрителями. Добрый день, уважаемые телезрители. Очень рада приветствовать нас тоже в вашей студии. Надеюсь, что сегодня буду полезно рассказать о том, к чему мы сегодня стремимся, какие у нас векторы на сегодняшний день в нашей системе здравоохранения, как бы, ну и какие перспективы. Ну, вот у вас прекрасная возможность сегодня задавать вопросы главному врачу. Телефон прямого эфира 202-11-15. Пожалуйста, используйте ее. Вопросы наверняка у вас есть. А как я уже сказала, мы сегодня хотели поговорить о комплайенсе. 202-11-22, еще раз номер телефона. Мы поговорим о комплайенсе, но для начала, Анна Владимировна, очень рада, что вы к нам пришли. Вот о вашей поликлинике как-то не удавалось в этой студии еще нам поговорить. Сегодня есть такая возможность. И прежде всего, она клиническая поликлиника. Вот название немного так цепляет, что это означает на самом деле. Да, на самом деле это так. Поликлиника является базой для кафедр, клинических кафедр Самарского государственного медицинского университета. Мы сотрудничаем с медуниверситетом, и наши сотрудники, то есть наши врачи, заведующие и так далее, являются еще и преподавателями кафедр медуниверситета. То есть мы фактически на базе своего лечебного учреждения занимаемся практической деятельностью, то есть не только теорией, но и практикой, с нашими студентами, начиная с третьего курса. Это и лечебный факультет, это и стоматологический факультет, и педиатрический факультет в том числе. То есть у нас пять кафедр, которые базируются в нашем лечебном учреждении. Означает ли это, что все передовое и новое вы внедряете в себя? Означает это, что наших студентов мы прогружаем в ту истину, в которой мы находимся сами. Мы показываем, как на самом деле должна работать поликлиника. Мы говорим о всех плюсах первичного звена, о мабулаторной помощи. Естественно, мы показываем, как должна быть организована помощь. То есть обучаем фактически с колес на рабочих местах вместе с наставниками, с докторами, которые имеют большой стаж работы, имеют категории, которые могут сопровождать студентов, в том числе при осмотре пациентов, заполнении документации и так далее. Это не отвлекает наставников от самих пациентов? Нет. Я считаю, что это даже больше в помощь. И у нас очень часто даже сами доктора предлагают свою помощь при проведении каких-либо занятий для того, чтобы показать, научить, рассказать и так далее. Потому что ведь в нашей профессии самое главное, самое важное, это не просто прочитать книгу, а ведь самое главное – это передать опыт. И это самое важное, самое ценное, что у нас есть. Особенно в эпоху дистанционного обучения. Да. Я уже сказала, что мы поговорим о сбережении здоровья. А вот ваше мнение, чья это обязанность, чья это задача? Ну, на сегодняшний день для сбережения здоровья нашего населения, конечно, тратится большое усилие и правительство, и правительство Российской Федерации. При этом, естественно, огромные средства, которые на сегодняшний день вкладываются в систему здравоохранения, в развитие системы здравоохранения, конечно, они имеют основную цель – это сбережение здоровья населения. При этом оснащаются лечебные учреждения, оборудованием, строятся ФАПы, усиливается первичное звено, то есть это первичная медико-санитарная помощь. Это внедряется единый цифровой контур, то есть на сегодняшний день лечебные учреждения имеют возможность отслеживать состояние пациента в том или ином месте, и пациент имеет возможность зайти в свой личный кабинет и посмотреть записи, анализы и так далее. То есть мы сейчас в такой эпохе перемен находимся, которая даст, я думаю, что через определенный промежуток времени большие результаты, но, конечно, это не только наше. Да, то есть сбережение нашего здоровья – это ваша задача? Мы стараемся для наших пациентов дать возможность им здоровье сберечь. Конечно, пациенты должны проходить те мероприятия профилактические, которые предлагаются на сегодняшний день, системы здравоохранения именно в обязательном медицинском страховании. Эти все мероприятия заложены. Поэтому лечебные учреждения, могу сказать так, подстраиваются для удобства наших пациентов, чтобы они имели возможность в удобное для них время, в удобный час, сезон и так далее, пройти те мероприятия, которые необходимы. Но еще один вопрос, тоже скорее риторический – сберечь здоровье собственное. Нужно учиться или это, в общем, легко и просто? Не всегда, конечно. Мы проводим занятия с нашими пациентами, конечно, это обучающие школы. Обучающие школы могут проводиться как индивидуальные, так и групповые. На сегодняшний день это тоже один из элементов профилактической деятельности лечебных учреждений, именно первичного зонополиклиника. И такие школы проводятся достаточно активно с пациентами, которые страдают сахарным диабетом. Это даже в большей степени могут быть индивидуальные занятия, особенно с первично выявленными пациентами, поскольку пациенту озвучивают его новый диагноз. И, конечно, пациент растерян, может быть огорчен и так далее. Его обучают, как с этим жить, что нужно делать, то есть как себя вести для того, чтобы сохранить свое здоровье, активную жизненную позицию, жизнедеятельность на длительные годы. И это можно сделать абсолютно, конечно, в комфортных условиях. Поэтому поликлиника обучает пациентов, перенесших инсульт, как правильно питаться, как за собой ухаживать, как проводить реабилитационные мероприятия, когда приходить и так далее. То есть таких школ достаточное количество, ну, во всяком случае, и во взрослом подразделении у нас в поликлинике, и в детском подразделении. Вы так лояльно сказали «достаточное количество». Мне показалось, что у вас огромное количество этих школ. Я посмотрела на сайте. Это далеко не только сахарный диабет, а там, собственно, чего только нет. Это школа позитивного материнства. Это школа, которую ведут у нас специалистами, акушерными гинекологами. Это школы золотой осени, когда женщина вступает в такой красивый период гормональных изменений, но при этом не может совладать с собой. То есть это школа, конечно, обучения пациентов с артериальной гипертензией. И здесь самое важное, чему мы учим наших пациентов, это научиться помогать самим себе в каких-то экстренных ситуациях правильно себя вести. То есть своевременно вызвать скорую помощь, что нужно принимать именно в той или иной ситуации и так далее. То есть это бронхиальная астма школы, это школа отказа от курения. То есть таких школ достаточное количество. Пациент по своему заболеванию, конечно, может посмотреть, что есть в наличии у нас на сайте. Плюс врачи-терапевты направляют, врачи других специальностей, плюс отделение профилактики, которое активно именно этим занимается. Давайте сейчас зрителям покажем, как это проходит. Мы попросили наших корреспондентов побывать на занятия одной из таких школ. Это школа для больных с сахарным диабетом. Ну и для тех, кто, в общем, может попасть в эту категорию. Давайте посмотрим. На сегодняшний день трудно себе представить, что еще в начале прошлого столетия такая болезнь, как сахарный диабет, не оставляла никаких шансов на выздоровление. Современные методы лечения и профилактики позволяют больному поддерживать нормальную жизнедеятельность, исключая развитие осложнений. Повышение осведомленности в таком непростом заболевании, как диабет, играет далеко не последнюю роль. Врага надо знать в лицо, говорят эксперты. Именно по этой причине в городской клинической поликлинике номер 15 проводят специальные занятия, призванные познакомить пациентов с их недугом. Пациенты направляются и с приема терапевтов, и с приема эндокринолога, с приема других специалистов, для того, чтобы обновить знания по образу жизни при диабете. Сахарный диабет может возникнуть в любом возрасте. Каждый второй человек чаще всего даже не знает о своем недуге. Но нередко случается такое, что и сами пациенты несерьезно относятся к сахарному диабету, недооценивая его губительные возможности. Я как-то все ела подряд. И любитель очень сладкого. По мне это видно. А когда сдала, то у меня уже был сахар больше 10 единиц. Ну, она сказала, что нужно обязательно свое питание так организовать, чтобы у меня было уменьшение сахара. А то, сказали, переведут меня на инсулин. Осложнения будут развиваться стремительно, если не контролировать заболевание. А если соблюдать диету и придерживаться рекомендаций врача, можно прожить долгую и качественную жизнь. Мы возвращаемся в студию программы «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях Анна Дзюбайла, главный врач Самарской городской клинической поликлиники НОИР-15. И еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон для ваших вопросов 202-11-22. Я сейчас посмотрела, поймала себя на том, что как комфортно. Вот они сидят, 6 человек, всего можно спросить доктора вообще обо всем, что интересует. Вообще, насколько востребованы эти школы? Кому это все-таки больше нужно, как вы считаете, вам для отчета или потенциальным пациентам для знаний? Нет, ну на самом деле на сегодняшний день информации ведь очень много. И очень многие пациенты наши, даже преклонного возраста, пользуются компьютером, пользуются социальными сетями. Что не всегда хорошо, наверное. Да, и вы понимаете, здесь-то в чем плюс, когда человек приходит. Мало того, что у них есть возможность личного общения между собой, это опять-таки поделился своим жизненным опытом. Это во-первых. А во-вторых, есть специалист, которому можно задать все вопросы. Ну, как я говорю всегда, вы пользуетесь, это фактически тоже консультирование. Вы можете доктору задать все вопросы, и он ответ даст на каждый из них. Это все равно, что вы сходили на прием. Это лучше, мне кажется. Здесь больше времени, больше возможностей. Это, конечно, это и интереснее, это с примерами, это с какими-то даже ситуационными задачами. То есть, каждую ситуацию может врач разбирать индивидуально на каждом пациенте, акцентировать внимание других, что так не надо или вот так надо и так далее. Поэтому вот эти школы, они востребованы у нас сейчас, они были у нас приостановлены в прошлом году, в пандемии все планы мероприятий, сейчас они востребованы. И фактически весь сезон лета, весны у нас активно посещают пациенты. То есть, если взять, например, сахарный диабет, то у нас там прошло порядка 300 человек уже обучения. И тех, кому впервые выявили сахарный диабет. И повторно, то есть, люди обновляют свои знания, приходят еще раз, еще раз переучиваются. Анна Владимировна, ну вот я посмотрела, люди пожилые, у них и есть, в общем-то, на это и время, и пообщаться им хочется, ну здорово, вот они, наверное, приходят. А если мы другие школы посмотрим, вот я видела, у вас есть аж семейный центр здоровья. То есть, вот приходят ли пациенты туда? Те, кто помоложе, те, кто работает, те, кто, конечно, бесконечно занят. У нас действительно такой центр есть. Он работает у нас в женской консультации. В этом центре у нас работает не просто специалист, специалист врач-акушерогинеколог, который занимается с женщинами. Приходят семьи, у нас там работает психолог, и плюс у нас работает там же специалист по социальной работе. То есть, это такой некий тройственный союз в этой школе, там разбираются разные ситуации. Это, конечно, чаще всего индивидуальные занятия, семейные занятия. И мы поняли, что это очень эффективно даже в период принятия решения о рождении ребенка. Не потому, что они пришли на консультацию к психологу, потому что мама должна пройти до абортной или консультирования и так далее, а потому что вообще принимается решение до гестационной подготовки, что должно быть очень правильно, потому что женщина должна осознанно принять решение, подготовиться к процессу беременности и пройти всю беременность на 5 баллов. Поэтому, естественно, такая школа работает. Там приходит и папа у нас, с супругами приходит. То есть, конечно, разбираются разные ситуации, работает на этой школе психолог. Еще я совершенно была поражена, когда увидела у вас наличие существования так называемой медико-социальной помощи. Вот, честно говоря, никогда с этим не сталкивалась. То есть вы не просто предлагаете помощь тем, кто в ней нуждается, а вы еще и, ну, насильственно неправильное слово, но вы причиняете добро, да, тем, кто, в общем, может быть, не стремится его и получить. Вот что это такое, как вы к этому пришли? Ну, вообще, данное взаимодействие, это межбедомственное взаимодействие, которое было, так скажем, организовано, принято было решение распоряжением правительства Самарской области в 2015 году о создании такой комиссии, которая рассматривала бы ряд мер, принимала по сохранению жизни, то есть снижению смертности населения от, значит, различных причин. И уже приходя к выводу, что система здравоохранения сама, наверное, не может справиться с некоторыми нюансами, поскольку есть, конечно, и граждане, лица, которые выходят с места лишения свободы, то есть ими тоже здоровьем надо заниматься, да, есть одинокие граждане, да, есть несовершеннолетние, которыми тоже нужно заниматься, и, конечно, слои населения разные, поэтому было подписано такое соглашение в 2016 году между Главным управлением МВД, между Министерством социально-демографической и семейной политики и Министерством здравоохранения Самарской области. На основании этого соглашения мы работаем в неком тройственном союзе, то есть мы работаем адресно, адресно мы работаем с теми пациентами, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Это могут быть одиноко проживающие пожилые граждане, это могут быть какие-то ситуации, где, например, люди употребляют алкогольные напитки, наркотики и так далее, то есть мы, если устанавливаются такие вещи специалистами, нашими врачами-терапевтами, то да, мы привлекаем, можем привлекать сюда и полицию, соответственно. Бывают случаи не оказания помощи не со стороны лечебного учреждения, а отсутствие контроля со стороны родственников, например, в принятии препаратов пациентки 90-летней. То есть мы тоже это ставим на вид и тоже проводим профилактические, так скажем, совместные мероприятия. То есть всякие ситуации бывают. Ну и, естественно, если люди проживают одни, мы предлагаем, конечно, им поддержку социальных служб и работаем в очень плотном тандеме с социальными службами промышленного района. И у нас за прошлый год, насколько я помню, порядка 50 человек мы инициировали прикрепление социального работника, который бы помогал уже пожилому гражданину, пенсионеру в уходе. Это продукты, это препараты, это выписать рецепты и так далее и тому подобное. То есть такие вещи, я считаю, что они очень важны, необходимы, особенно в тех случаях, когда уже таких граждан нет родственников, они одинокие. Мы помогаем активно именно в таком союзе с такими службами. Те, кто говорят, что о социальной личности и чего их лечить, и пусть уж сами как хотят, наверное, не думают о том, что они же все живут в одном обществе. И, собственно, эти люди, а, могут быть потенциально опасны для окружающих, как бы в таких семьях умирают старики, потому что их никто не лечит. Ну, то есть... Мы, самое главное, пропагандируем, что такие люди – это ведь тоже люди, и это наши пациенты. И первое, кому они могут причинить вред, это самим себе для начала. То есть мы говорим о том, что они опасны для себя, поскольку они, естественно, употребляют различные вещества, не след за питанием и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, мы таких пациентов, которые появляются у нас уже перед глазами, конечно, мы их не бросаем, мы акцентируем на них внимание. Естественно, мы привлекаем специалистов, это может быть наркологическая служба, это может быть и психоневрологические спонсоры и так далее. То есть здесь уже усматривается в рамках законодательства различные мероприятия, но исключительно в рамках законодательства. Еще раз, если вы вдруг только что включили телевизор, напомню, что сегодня в нашей студии Анна Дзюбайлов, главный врач Самарской городской клинической поликлиники номер 15, мы работаем в прямом эфире, телефон 202-11-22. У нас есть еще некоторое время до конца эфира, можно воспользоваться, позвонить к нам в студию. Вы в начале программы сказали о том, что настоятельно рекомендуете своим пациентам заниматься профилактикой и для этого, как минимум, проходить обязательную ежегодную диспансеризацию. Ну, социологи, они же все исследуют. И вот нашла исследование, основные причины отказа от диспансеризации. Вот у меня информация, что где-то 31% всего населения проходит. Ну, не знаю, насколько точные данные, не суть. Так вот, основные причины отказа от диспансеризации, это убеждение, что диспансеризация бесполезна, считает 29%. Почти четверть опрошенных уверены в своем здоровье, поэтому не хотят тратить временный медосмотр. И 28% у них времени нет. Что скажете по итогам? Ну, в данной ситуации могу сказать одно, что, конечно, диспансеризация – это форма профилактического мероприятия, которое надо проходить в обязательном порядке всем, вне зависимости от того, работающий гражданин, пенсионер, учащийся и так далее. То есть есть возрастные категории, установленные нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. И, конечно, проходить это нужно, потому что люди, которые считают, что они абсолютно здоровы и не верят в диспансеризацию, в ее эффективность, на самом деле мы это видим при выявлении или изменении даже лабораторных данных, исследований, функциональных, ультразвуковых и так далее. Конечно, очень плотно потом начинают заниматься своим здоровьем, встают на диспансерный учет и так далее. Но мы говорим о чем, для чего все это нужно? Мы говорим о том, что когда у человека нет жалоб, нужно проходить диспансеризацию. Когда есть жалобы, мы уже занимаемся лечением, мы уже ищем, что болит. А когда нет жалоб, это профилактика. И лучше выявить патологию на ранних стадиях, ее можно вылечить. Все, что мы находим уже с наличием жалоб, когда у пациента что-то болит, это говорит о том, что возможно, что тяжесть в состоянии будет больше, хуже. И, конечно, эффективность лечения может быть низкой. Давайте на звонок ответим. Алло, здравствуйте. 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 Да, мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Вот у меня как бы повышенное давление, а вот на данном этапе у меня сейчас давление либо нормальное, либо пониженное. Пониженное где-то даже может 90-50. Как мне бы с лекарствами как-то занимать мне лекарства? Да, спасибо за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Но я всегда говорю так, что пациент, конечно, в таких ситуациях должен обращаться к своему лечащему врачу. То есть давать какие-либо комментарии по лечению, ну, все-таки не зная анамнеза, не видя пациента, не видя его обследования, конечно, это некорректно и неправильно. Но мы всегда придерживались такого постулата, что базисная терапия, которую назначил лечащий врач, должна приниматься. Но вот корректировать эту терапию должен тот же лечащий врач. Человек, который знает, который видит пациента и видит его динамику. Поэтому все должно проходить совместно в тандеме, в комплайнсе с лечащим врачом. Да, то есть вам было назначено лечение от гипертонии, она вдруг перешла в гипотонию, да, ну, насколько я вот человек непосвященный поняла. И, конечно, вот взять самой и как-то поменять препараты, ну, ни в коем случае нельзя. Возвращаемся к диспансеризации и про некогда. Вот некогда же, правда, люди работают постоянно. Когда же им приходить на диспансеризацию? Ну, вот, действительно, есть тоже такой пункт, поскольку мы постоянно с нашими пациентами тоже работаем и анкетируем их, и опрашиваем, что было бы удобно. Да, действительно, у нас очень много граждан, даже пенсионного возраста, работают, это так. Поэтому на сегодняшний день, уже в течение года, 21 года и в этом году весь год, диспансеризацию мы проводим в выходные дни. То есть каждый гражданин может обратиться, каждый пациент может обратиться в выходной день в то лечебное учреждение, где он прикреплен по полюсу, значит, в отделение профилактики, либо в кабинет профилактики, где проводят первоначальный, первичный осмотр специалистов с назначением уже остальных обследований, которые идут по категории его возраста. Дальше уже вот эти обследования могут, может он проходить в то время, подбирать в то время, тогда, когда ему более удобно. То есть мы всегда идем навстречу нашим пациентам, когда стараемся подобрать именно временной промежуток, когда интервалы прихода-ухода стараемся минимизировать, чтобы это было в два всего прихода, чтобы пациент получил уже результаты на руки и получил, так скажем, вердикт. Это направление на второй этап диспансеризации, направление на углубленную диспансеризацию и так далее. То есть, конечно, стараемся на выходные дни на сегодняшний день, все лечебные учреждения работают с открытыми дверьми, дабы посмотреть наших пациентов, пока у нас, так сказать, период лета и ранней осени, мы можем это сделать спокойно. Сейчас уже пошел рост заболеваемости коронавирусом и, ну, наверное, скоро-скоро уже и ОРВИ, уж никуда не деться, как обычно осенью. И из этого, наверное, следует, что хорошее время для вакцинации, ну, погребу точно еще не поздно, да. Вот можно ли включить в предыдущий вопрос, касается ли это в том числе и вакцинации вечерние, выходные дни? Да, вакцинация – это тоже профилактика, это профилактика инфекционных заболеваний, и мы всегда говорили, и в прошлом году говорили, что лето – это самый удачный период времени для вакцинации. Тогда, когда организм не испытывает перегрузок температурных, когда нет похолодания и так далее, мы говорим о том, что лучше привиться летом для того, чтобы прошел тот самый месяц для формирования иммунного ответа. Поэтому сейчас возможность есть, и тоже в любом лечебном учреждении, включая 15-ю поликлинику, можно обратиться и в субботу, и в воскресенье. В рабочее время лечебного учреждения прививочный кабинет работает, и можно сделать прививку. Анна Владимировна, вопрос такой может быть не очень корректный, но все мы понимаем ситуацию в здравоохранении, и специалистов не хватает, и болеем сейчас очень много и часто. И каким образом у вас хватает сил, то есть лечить-то много приходится, каким образом хватает сил на вот эту всю профилактическую работу? Это же огромная работа. Да. Ну, у нас в этой профилактической работе участвует же не только участковая служба. Участковая служба подготавливает информацию, приглашает пациентов, обзванивает, уже занимается ими, в том числе, там, диспансеризацией, профосмотрами, да. У нас еще есть специалисты другого профиля, которые также активно этим занимаются и приглашают на ту же вакцинацию. Это и хирургические службы, это отделение профилактики, это отделение стоматологическое. То есть на сегодняшний день наша задача замотивировать пациента и объяснить, куда бы он ни пришел, чтобы он прошел вакцинацию, к тому периоду, когда начнется пик, чтобы человек был защищен. Ну, мы с вами завершаем уже, в общем-то, программу. Наверное, что-то вы не сказали, может быть, и есть такая сейчас возможность, обращаясь непосредственно к нашим слушателям, к вашим пациентам. Я хочу всем пожелать доброго здоровья и хочу пожелать, не пренебрегаясь своим здоровьем, а все-таки обращаться в лечебное учреждение именно на профилактические мероприятия. Это прививки, это вакцинации, это диспансеризации и диспансерное наблюдение тем больным, кто имеет хронические заболевания в обязательном порядке. Это была Анна Дзюбайла, главный врач Самарской городской клинической поликлиники номер 15. Спасибо, что вы были эти полчаса с нами и увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»